Привет всем любителям физкультуры и спорта! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». Это проект Олимпийского совета Ульяновской области и я, его ведущий, Михаил Рассашанский. Сегодня мы с вами посмотрим, какими результатами отличились на чемпионате ПФО наши легкоатлеты. Поставим паруса и прогуляемся по Волге на яхте и, конечно же, порадуемся успеху наших футболистов. И сделаем это все вместе с нашим гостем, капитаном футбольной Волги Алексеем Цыганцовым. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Алексей, вот вы защитник, но очень часто вас можно увидеть и в полузащите, и в нападении даже, где вы забили в этом году пять очень важных для Волги мячей. Насколько важно в современном футболе быть универсалом? Ну, именно в современном, да, я бы сказал, что это очень важно. Многие тренеры обращают на это внимание, потому что во время матча может произойти всякое, и мгновенная подмена своего напарника на любой из позиций только очень приветствуется. Таких футболистов востребовано, на мой взгляд. А любите забивать мячи? Да, конечно, это очень приятно, так как я делаю это не особо часто. Но в этом году, кстати, это мой самый результативный год в забивании мячей, поэтому все сошлось. В легкой атлетике универсализм тоже очень важен, потому что королева спорта – это не только бег. Не верите? Давайте посмотрим наш первый сюжет. Бег утомителен, а вот прыжки в самый раз, так считает студентка Ульяновского педомерситета Наталья Кондрашина. В рамках соревнований всего шесть попыток, говорит спортсменка, и можно отдыхать. Но при этом Наталья констатирует, в отличие от бега, техника прыжка в длину, и в частности техника тройного прыжка, подгласна не каждому атлету. Тут ты должен собрать прыжок, ты должен продумать, как ты сделаешь отталкивание, как ты сделаешь фазу полета, как ты сделаешь приземление. Если ты делаешь приземление неправильно, то все, у тебя прыжок слетит уже. Кондрашина занимается прыжками уже восемь лет. Неизменно под руководством тренера Алексея Ковалева. На первенстве Приволжского федерального округа постоянно в призерах. Минувшие соревнования сильнейших прыганов по Волжье – не исключение. У ульяновской студентки серебро в прыжках в длину и золото в тройном прыжке. Мы, честно говоря, надеялись, что она прыгнет 13 метров, но немножко не получилось из-за погодных условий. То в спину, то в лицо ветер дует. Еще одна ульяновская студентка Мария Лобанова бега не чуралась никогда. Однако еще с детства поняла, ее место на стадионе – сектор для толкания ядра. В 11 лет выиграла первые свои всероссийские старты. Я была совсем маленькой, мне было страшно. Я прямо вообще, я прихожу, там большой стадион, какие-то непонятные люди новые. Я не ожидала, что вообще я могу что-то показать, но я сама в себя поверила. Тренер в меня поверил, и это на самом деле очень дорогого стоит. Тренер, который поверил тогда в девчонку и который работает со спортсменкой до сих пор – Юрий Ижульков. Вместе они уже 8 раз поднимались на первое место первенства Приволжского федерального округа и вошли в десятку сильнейших на всероссийской арене. Трудно с ней работать. Она говорит прямо, отвечает умно. Ей нужна соответственность. Надо быть чуть на полшага впереди. Иначе будет им неинтересно со мной, а мне неинтересно с ними. 4 килограмма – вес ядра, которое толкает Мария Лобанова. Сила решает многое, говорит спортсменка. Но важно выполнить упражнение изящно и красиво, чтобы достичь максимального результата. Мне очень нравится. Это техническая работа постоянно. Ты постоянно думаешь головой, постоянно тело свое приводишь в порядок, постоянно в тонус. Тебе нужно думать не только о том, что ты должен быть сильным, но и о технике постоянно думать. В феврале этого года Лобанова решила расширить свой легкоатлетический потенциал и увлеклась метанием диска. Однако на официальных стартах Мария выходит пока только в сектор для толкания ядра. Алексей, вот рассудите спорщиков. Одни утверждают, что если на лбу пот не выступил, значит это не спорт. А другие говорят, что даже киберспорт – это спорт. Вот на ваш взгляд, что это? Да я думаю, по большому счету, неважно, как называется то увлечение, которым ты занимаешься, особенно если оно любимое, приносит деньги для тебя и для твоей семьи. Поэтому название не принципиально, на мой взгляд. А вот, например, на яхте под парусами сидишь такой, наслаждаешься красотой вокруг, легкий бриз обдувает. На ваш взгляд, это все-таки спорт или увлечение? Да, наверное, спорт, потому что, насколько я знаю, там требуется немало физических сил для вращения, применения всяких оснасток. Просто я вообще не особо силен в этом виде спорта. Но, насколько я видел по каким-то роликам, физическое здоровье немаловажно в этом виде спорта. Ну что ж, если это спорт, давайте посмотрим, как готовятся к главной регате сезона наши ульяновские яхтсмены. В речном флоте ульяновских яхтсменов-любителей пополнение. На баланс приняты две лодки класса микро. Гоняться на таких суденышах длиной всего в пять с половиной метров и массы чуть меньше 700 кило – еще то удовольствие, говорят сами спортсмены. Эта яхта настолько верткая, настолько она требует постоянного отслеживания каждого мельчайшего движения, что здесь совершенно невозможно расслабиться. Это ты постоянно в движении. Тянешь шкоты, рулишь, парус один поменял, передвинул, поставил. Это дает вот такой вот драйв. В начале июля для этих лодок будет жаркая пора. В Ульяновске пройдет чемпионат России в классе микро. Организаторы ожидают около 40 экипажей из полутора десятков регионов страны. Всех участников разделят на четыре дивизиона. Самый быстрый из них – прото. За победу в нем поборется чемпион мира Максим Таранов из Екатеринбурга. Соревнования подобного высокого уровня пройдут в акватории Ульяновска впервые. Наши волжские просторы в Ульяновске, наверное, самые прекрасные для яхтинга. Фактически на Волге это самые широкие и большие разливы. Для яхтинга это очень удобно. Для Ульяновса Артура Ибрагимова предстоящий чемпионат станет дебютом на большой всероссийской арене. На лодке «Елка» у него будет роль капитана. За оставшийся месяц ему предстоит не только собрать экипаж, но и отработать с ним все действия до автоматизма. Потому что гонки в классе микро не прощают даже малюсеньких ошибок. Принцип таких коротких гонок, что нужно быстро подстроиться под ветер, быстро поставить паруса, после маневра их быстро убрать. Вот по такому принципу гонки проходят. На помощь ульяновцам в борьбе на домашнем чемпионате России придут еще 10 яхт из Димитровграда. Сами соревнования стартуют 6 июля. Наблюдать за перипетиями можно будет с Заворского берега в районе Нового города. Ну а теперь давайте поговорим наконец-то о футболе. Алексей, я поздравляю вас и вашу команду еще раз с выходом в первый дивизион. Вот честно, когда пришло понимание, что первое место вы уже не отдадите? Спасибо большое за поздравление. Ну и именно во мне уверенность была на протяжении всего сезона. Если честно, почему-то был я очень спокойный за результат. Говорил это как дома, семье, так и парням в раздевалке. Была уверенность и какая-то стабильность в нашей игре. А нельзя было не доводить до последнего матча? Да, конечно, мы сами особо этого не желали. Приятно было сделать это, во-первых, на домашнем стадионе оформить чемпионство. Ну и, во-вторых, больше нервов потратили. Но, на мой взгляд, так получилось красивее. Алексей, есть неоспоримое спортивное правило. Усиливай сильную сторону. Какие сильные стороны у нашей «Волги» и что будете развивать и усиливать? Ну, мне кажется, сильная сторона нашей команды в этом году был. Это так называемый баланс в атаке и в обороне. Усиливать, я не знаю, что это прерогатива тренерского штаба. Какие-то точечные усиления будут в любом случае. Вот, а встретить с «Казанским Рубином» в следующем году выиграете? Ну, конечно, это одна из приятнейших встреч будет. Такие легенды, как Слуцкий, не каждый день попадаются в роли твоего соперника. Тем более на футбольном поле. И еще помню в 2010-м, наверное, каком-то году я смотрел в «Казани», как они играли против «Барселоны» и, в частности, «Месси». Да что же мы все говорим и говорим. Давайте все-таки посмотрим, как «Волга» сделает последний золотой шаг. Автобус футбольной «Волги» объят дымом. Это фанаты команды «Жгутфайры». Их любимцы вышли в ФНЛ. Впервые за последние 15 лет. Своё чемпионство «Волга» оформила под Екатеринбургом в СССР, где встречалась с дублем «Урала». Турнирная ситуация выбора не дает. Нужна только победа. Это понимают и игроки, и болельщики. 19 часов на автобусе от Ульяновска до Свердловской области, чтобы заполнить фанатский сектор. «Волга» тоже приехала, чтобы набрать максимальные три очка. Символично, что и ворота соперника забила столько же. Два гола в первом тайме на счету лучшего бомбардира команды – форварда Алексея Каштанова. Третий гол в середине второго тайма. И десятый в сезоне на счету полузащитника Азнаура Гирюгова. Предыдущий раз он забивал осенью прошлого года. «Я рад, что напоследок его оставил. Очень важный мяч, да, безусловно». А потом была куча мала в центре поля. Братанья с болельщиками, как знак благодарности за нистовую поддержку. Качание главного тренера Рината Аитова и, конечно, чемпионская раздевалка. По щиколотку, залитой шампанским. «Я думаю, что Ульяновск заступил, его область тоже. Все нас поддерживали, даже с области звонили. И даже деревне звонили, поддерживали. Вот поэтому мы и, наверное, заняли первое место». Новый сезон для «Волги» уже на новом уровне начнется в середине июля. Алексей, говорят, что тренер команды первой лиги должен иметь какую-то особую лицензию, которой у Рината Аитова сейчас нет. Не боитесь, что вам пришлют варяга или легионера? Ну, на мой взгляд, это не проблема. На сегодняшний день существует два решения, такие как параллельное обучение и, ну, соответственно, тренерская деятельность в команде. Ну и второй вариант – это когда назначают просто главного тренера Де Юра, а по факту остается Ринат Нуралевич тренировать команду. У «Волги» какой вариант будет, как думаете? Да даже не знаю, пусть опять же разбирается, тренерский штаб и руководство. Футбол, мы знаем, захватывает все сердца, в том числе и сердца девушек. Как вы относитесь к футболу в исполнении девушек? Да прекрасно, на мой взгляд, не зависит выбор слабого пола, так скажем, от вида деятельности. Лично моя дочка занимается кикбоксингом, был ее осознанный выбор препятствовать, не имею права этому, так как любой вид спорта, в первую очередь, положительно влияет на здоровье, особенно если это дети, только положительно. Ну что ж, а наши девушки ульяновские футболистки рвутся на высокий педестал. Проект «Лакобол» в очередной раз добрался до нашего региона. Лучше других на «Балалайке» сыграли футболистки из Санкт-Петербурга. «Балалайка» – это название станции в Ульяновске, где детская футбольная лига проводила межрегиональный этап международного фестиваля «Лакобол РЖД» среди девочек 12 лет. Команда с берегов Невы в проекте «Лакобол» участвовала впервые. Приехали, во-первых, чтобы получить игровую практику, чтобы девчонки поиграли. На самом деле не так много соревнований, где мы можем проявлять себя и учиться. Это наша первая основная задача. Ну и хотелось бы, конечно, выиграть, чтобы поехать на суперфинал в Москву. Питерская команда на ульяновской «Балалайке» отыграла просто блестяще. 13 очков из 15 возможных. Разница забитых и пропущенных мячей фантастическая – 17-0. И как итог первое место и путевка на суперфинал в Москву. В моей команде все таланты. Просто кто-то уже успел себя проявить, а кто-то еще в начальной стадии. Но на самом деле я думаю, что они все в определенный момент выстрелят и заиграют на более высоком уровне. Перспективы есть и у нашей «Волги», которая на правах хозяев выступала вне зачета, но оказалась единственной на турнире, кому удалось отобрать очки у будущих чемпионов. Матч с командой Санкт-Петербурга завершился в ничью 0-0. А еще «Волга» обыграла соперников из Нижнего Новгорода и Саратова. А главное – набралась опыта. Популярность женского футбола в регионе растет из года в год. Действительно рада, когда приезжаю в Ульяновск, у него там, вы сказали, манеж строится, поле открывается. Это очень классно, то, что все равно появляется возможность для детей заниматься спортом, заниматься футболом. Как бы у нас принято считать, что футбол – это не женский вид спорта. Тем не менее, девчонки с каждым годом, все большее количество девочек, которые идут в футбол, это опровергают, это очень здорово. Хотя порой девчонкам играть в любимую игру мужчин не так-то просто. Отбирать мяч, там толкаются, наступают на ноги – это и больно, и страшно. В женском футболе роль тренера-наставника очень велика, чтобы и поругать мог правильно, и похвалить, когда надо. Ой, хорошо! Ой, умница! Беги, Лиза, беги! Лиза, надо убегать вперед, чтобы тебе пас дали, а не стоять там ждать. Как правильно работает тренер в женском футболе, с каких упражнений надо начинать тренировки и многое другое показал и рассказал Артем Ахмадалиев, тренер футбольной школы «Локомотив», который специально приехал в Ульяновск, чтобы провести для девочек и их наставников мастер-класс. И быстрее в оборону, быстрее в оборону переключиться! Молодой тренер женского «Локомотива» признался, что на ульяновском этапе локобола РЖД присмотрел несколько талантливых и перспективных девчонок, которые в августе приедут на суперфинал в Москву, а значит, получат возможность засветиться перед селекционерами ведущих женских клубов России. Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был реальный капитан футбольного клуба «Волга» Алексей Цыганцов, а с вами был реальный спорт «Ульяновск». Увидимся через неделю. До свидания! До свидания! Ждем вас на футболе! Субтитры создавал DimaTorzok